окей итак добрый вечер всем добрый день вот вижу машу самая примерная ученица приветствую вас и всех остальных тоже кого вижу кого слышу ну в общем потихоньку начинаем пункт 1 потом еще повторю значит из новостей у нас началась синагожная жизнь вот но пока в очень ограниченном объеме но я субботу нашел воски шабата очередное там сообщение от кома вот и он сказал что изменения по отношению к там синагогам и прочим там религиозным заведениям будут в фазе номер два где там разрешат 25 процентов вместимости синагог соответственно это означает что мы сможем принимать всех наших любимых конгрегантов также новых кто захочет появляться вот то есть пока этого не произошло мы должны ограничивать миньян десятью человеками как это у нас происходит поэтому к сожалению женщины мысль она с нами что называется но когда мы когда нету я не знаю там когда-то вторая фаза начнется вот но кто-то все равно там когда-то все не совсем понятно но в общем короче говоря ком объявил что во второй фазе будет восставление для синагог и тогда значит можно будет всем желающим в большом зале помещаться потому что места у нас полно и проблема с 25 процентами заполняемости у нас нету в смысле что у нас будет достаточно официально разрешенного места для всех вот поэтому я надеюсь что мы в ближайшем будущем начнем видеться более реально в смысле жизни а не только не только в эфире вот но по плану я как всегда в конце июня на две недели уезжаю на дачу то есть я так прикидываю что наверное уже после дачи в середине июля мы уже там точно там сможем что-то делать в синагоге и только молитвы но и может быть это классы для тех кто будет иметь смелость приходить то есть мы вполне в состоянии где мы там большом зале в мадонне например большим расстоянием между людьми проводить уроки для тех кто будет для тех кто смелость называется поэтому мы я думаю это так но пока мы проводим наш онлайн формат вот я сегодня записываю себя в таком виде в каком делает зум так что запись потом появится на ютубе можно будет смотреть всем желающим окей вторая вещь что у меня сегодня вторая серия дня рождения моей внучки потому что по обычному календарю у нее 9 июня то есть сегодня ровно год вот поэтому я перенес занятия на пораньше чтобы где-то там попозже после пяти собраться у моей дочки дома и праздновать день рождения при этом забавно этот своим друзьям сегодня объяснял да что на первый год именинницы вряд ли понимают что с ним происходит то есть они еще не в том статусе чтобы разбираться в реальности поэтому это скорее день рождения для всех для близких для родственников а внучка будет просто присутствовать как виновник торжества но пока еще ее статус будет ей самой не очень понятно вот она уже очень много как бы там общается с нами но пока в таком неформальном формате так что этот процесс мы сегодня будем отмечать вот так что у меня сегодня такой приятный праздничный повод окей сейчас мы начнем с того что поговорим о недельной главе вот моя любимая тема надеюсь и только для меня вот и интересно вот что я тут вчера эту мысль озвучивал своими друзьями что у нас сегодняшняя глава она в каком-то смысле особо динамичная то есть почему потому что после выхода из египта и после подхода к горе синай евреи больше года там находились в стационарном режиме потому что с ними происходили разные события и тора все до того момента описывала как бы из режима и репортажа из-под горы синай вот а в этой главе евреи начали двигаться и меня это как бы такой знак некого изменения некого движения то есть эта неделя она как-то должна у нас происходить какие-то изменения потому что тора вот как бы будут рассказывать о том как евреи начали двигаться от горы синай то есть перешли в режим евреев путешествий но окей это выступление сейчас мы немножко поговорим о разных темах нашей главы значит значит что у нас в главе это название главы это означает зажечь светильники то есть вначале тора так отдельно в отрыве от всего дает заповедь зажигания миноры напоминаю классический комментарий у нас прошлая глава заканчивалась тем что говорилось о приношении 12 глав 12 колен которые приносили какие-то свои приношения в связи с открытием мешканом и там интересно что все приношения были одинаковые вот и и было 12 но мы должны понимать что у нас по разному мнению колен то ли 12 то ли 13 и так как колено сф разделено на 2 то здесь вот в нашем случае это 12 без левитов и говорит миндраж что арон который был главой левитов он не только коэн но и глава левитов как бы он как бы обещается что вот как бы ему него не было привилегии приносить вот это приношение в храм которое было 12 глав других колен и тогда говорит миндраж бог сказал арону что ты не печалься наоборот все что главных главы колен приносили один раз приношение свое а ты будешь зажигать я буду приношение как в виде зажигания миноры которые ты будешь делать ежедневно и это будет я как бы постоянная твоя заповедь то есть таким образом эта заповедь будет для тебя гораздо более ты будешь включен в жизнь храма гораздо более активно чем остальные твои коллеги и поэтому это как бы такая странная вставка про минору она как бы является неким таким продолжением темы приношения глав колен которые в измененном варианте было обращено и корону но уже не в смысле что он должен что-то приносить а наоборот что он должен зажигать огонь и тут мне пришла интересная мысль я очень люблю такие инсайты что что такое зажечь огонь это не только зажигание материальном смысле как зажечь спичку это еще зажечь некий внутренний огонь в людях то есть в каком-то смысле зажечь энтузиазм у людей которые с тобой связаны поэтому есть такое выражение зажигательная речь вот когда человек зажигает что-то в других при этом зажигательная речь может иметь два смысла негативный позитивный и и любопытно что вот на меди вот сейчас вот только закончились все эти сумасшествия связанные с погромщиками и митингами вот то есть там тоже была некая зажигательность но в деструктивном варианте когда некие силы специально провоцировали людей чтобы они занимались своими безобразиями и в каком-то смысле да там они тоже там зажигали даже поджигали там полицейские машины и прочее там безобразие делали то есть тоже зажигать можно с очень разными намерениями и с разным результатом поэтому к сожалению всегда нужно быть аккуратными чтобы не попасть под проблемы зажигательных разрушителей вот которыми сейчас является некая часть там общество американского вот но в данном случае я специально по контрасту говорю о том что мы как евреи должны зажигать в мире духовный огонь и поэтому так же как коэн лица арона зажигал минору минора это светильник который зажигает огонь в мире огонь интереса к жизни огонь духовного процесса и поэтому ну как бы в том числе вот я сейчас в этой роли нахожусь и для вас и для тех кто будет нас слушать потом записи так что зажигание это очень важный термин который отражает духовную миссию еврейского народа который подключает человечество к служению творцу вот и тут хотелось немножко расширить тему вот я очень люблю иногда обращаться к некой символике в частности одна из моих любимых тем это четыре стихи то есть их любят применять и астрологи по отношению к личности и просто разные философы так вот действительно в мире существует неких четыре такие протоэнергии энергия огня воздуха воды и земли и эти четыре стихи или как по-английски elements четыре стихи они тоже имеют свой позитив и свой негатив поэтому так же как огонь это бывает огонь гнева который разрушительный и бывает огонь духовный который созидательный и вдохновляющий точно так же бывают остальные стихи тоже двух ипостасях негативной и позитивной ну например пойдем сверху вниз например воздух воздух в негативном варианте это некая как скажут же они люфтмэч человек воздуха его иногда применяют в смысле как такой человек который ну не не серьезный вот который там значит как бы что-то и сайт воздух но как бы ничего созидательного не делает а с другой стороны позитивным воздух это руах это дух вот то есть воздух это некий уровень духовности и это уровень легкости почему потому что иногда человек слишком сильно себя приковывает к материальным заботам и такой человек он часто не может создать что-то важное потому что рутина приземленности его ну ограничивает и поэтому например евреи были теми кто как бы недели идею шабата потому что шабат это день когда мы специально ну отодвигаемся от земных от земного бремени и это наше сознание поднимает и мы можем себя чувствовать более кленными и поэтому например шабатные запреты это возможность сохранить вот это воздушное состояние состояние легкости которое мы в себе должны развить в первую очередь шабат но и в другие дни недели поэтому кстати забавно что одна из таких вот духовных позиций карантина это было о том что во многих обществах и особенно американском ну как бы вот этот культ чрезмерной погруженности в работу или как называется трудоголизм он был навязываем ценностями общества и поэтому многие люди вот у меня в Нью-Йорке например да очень часто когда я приглашал на урок мне говорили ну у меня нет времени я всеми занят я там должен бегать с места на место и человек был вот там бременем вот этого самого такого приземленного отношения к жизни и поэтому кстати там вот интересно когда мы Тору начинаем там был Каин и Эвель и Каин был такой земледелец который ну был связан с землей а Эвель был такой вот пастух который был немножко не от мира сего что намекало на то что в идеале они должны дружить вот но в отношении братьев там был конфликт поэтому там произошло что-то другое но в целом действительно эта духовность она должна в нас присутствовать независимо от того сколько у нас забот вот и поэтому сейчас я проверю не повесили еще нет все нормально 4 5 6 7 да отлично семерка великолепная вот поэтому воздух это значит некая легкость бытия жить своей практиковаться то есть мы должны чувствовать себя легкими и не давать заботам себя слишком сильно приковывать земле ее негативном понимании поэтому огонь это то что нас зажигает энтузиазм воздух это вот некая духовность некая легкость бытия которую мы должны в себе развивать вот теперь вода в негативном варианте ну как и в этом случае есть такое понятие лить воду то есть это вот такая вообще вода это эмоции вот эмоциональный мир это такой вот мир как бы напоминающий вот стихию воды и поэтому в негативном варианте вода это вот штормы которые захлестывают и здесь напоминает в частности например историю с потопом когда мир затопили воды потопа и один из многочисленных разнообразных комментариев говорил о том что это как бы некая эмоциональная такая негативная атака на нас когда вот человек захлестывает его эмоции и он не может себя вести осознан вот это эмоции в негативе то есть это то что касается воды в негативе но при этом вода она может быть позитивная вот и поэтому например в частности тору сравнивать с водой то есть позитивная вода это то что как бы дает возможность как бы расти растениям то есть это источник жизни и поэтому когда мы читаем тору это мы сравним с водой потому что вот каждый такой урок торы нас, вдохновляет, поднимает и пробуждает, и Тора, как духовность, как вода, она должна в нас вносить оживление. И поэтому вот в своей жизни мы должны чувствовать, что у нас каждый день что-то такое вот поливает, как грядку, то есть так же, как садовник поливает деревья, или Бог, как садовник, поливает дождем, так же такой дождь, живительный, он является тем, что пробуждает нас. Наконец, земля. В негативном варианте земля, это такое очень шифут, то есть русский переводится как такая пришибленность, можно сказать. Вот когда человек как бы слишком загружен временем, и он как бы придавлен к земле своими заботами, и такое состояние в негативном варианте, оно нам не должно быть присуще, то есть еврей это тот, который вот не должен ну как бы быть слишком приземленный, но с другой стороны приземленность в позитивном смысле это опора на реальность, и поэтому мы должны в нашей жизни смотреть, как бы как бы не быть слишком ну оторванными от земли в хорошем смысле, то есть мы должны быть реалистами вот, и понимать, что в мире происходит, и быть с землей в хорошем смысле. Вот поэтому эти четыре стихи, они нам важны, если мы к ним относимся в позитиве, поэтому огонь это еще раз энтузиазм, воздух это духовность, вода это некая эмоциональность, и умение как бы внести жизнь, как вода, которая поливает семена, и они всходят, и земля это то, так сказать, на чем наша опора, наш бэкграунд, и поэтому кстати интересно, что мы как народ должны уметь опираться на ценности, которые каждому народу присущи, и поэтому каждый народ, он действительно имеет свои позитивные, важные вещи, и в этом смысле мы должны как евреи быть, с одной стороны нести свои ценности, с другой стороны помогать другим народам в их раскрытии их ценностей позитивно, и поэтому очень часто евреи в каждой стране являются катализатором того, чтобы местное население в себе раскрывало лучшие свои качества, и поэтому вот интересно хотел обратить внимание, вот мы все родом из союза, и сейчас живем в Америке, и союз и Америка это две как бы империи многонациональные, ну не только, есть еще и другие, но в целом наиболее такие вот многонародные, это именно союз, который был союз там этих республик, или союз народов, и хотя там они сейчас раскололись, разделились, но тем не менее, там это присутствие, оно заметно сейчас там в той же Москве, например, да, там много людей из Кавказа, Средней Азии, еще откуда-то, то есть там как бы такой букет, кроме славян, еще есть разные народы, и в Америке тоже разные народы присутствуют, и интересно, вот сейчас вот это Black Lives Matter, да, то есть когда начали как-то поднимать на знамя отношение к афроамериканцам, то это достаточно такая горючая тема, но я хотел развить ее в таком позитивно-духовном красивом ключе. Так вот, хотел просто обращать внимание, что Америка исторически это букет, в котором наибольшую роль играют три главных как бы конгромерата народов, ну, больше, но главное, то есть это, скажем так, белые, желтые и черные, то есть белые это как бы европейцы, это мы с вами, желтые это азиаты, и черные это африканцы, ну, так в очень образном варианте, и интересно, что в негативе как бы все эти три качества можно извратить, как говорят американцы, мисс юз, и поэтому все эти там катаклизмы, которые были на прошлой неделе, они связаны во многом с теми, что люди там боролись с неправильными использованиями, но я хотел просто подчеркнуть, я человек позитивный, хотел подчеркнуть, в чем ценность всех трех как бы народов присутствующих в Америке. Вот. Начну с конца, хочу сказать, что интересно, что вот самое парадоксальное отношение к черным, оно имеет под собой разную подоплеку, но вот хотел бы ввести внимание, за что я очень люблю таких лучших представителей афроамериканского населения. Вот дело в том, что интересно, что как бы в Торе прототип африканского населения это персонаж с таким неоднозначным именем, то есть первый человек, который, так сказать, как бы относится к Африке это Хам. Это было три сына Ноаха, Хам Шем-Яфет, и слово Хам вообще-то в русском языке как бы ощущается как некое ругательство, но в оригинале Хам это горячий. И очень интересно, что слово горячий это не обязательно негатив, то есть это не обязательно то, что там вас обжигает, но горячий это в хорошем смысле это теплый, это некий эмоционально такой нагретый в хорошем смысле. И что я хочу сказать, что афроамериканцы они люди эмоционально такие более активные. И в негативном смысле это может приводить к каким-то погромам, разбоям, к каким-то неприятностям, но в позитивном смысле это очень симпатичное качество, то есть особенно оно полезно как бы в дополнение к нашему немножко такому холодному северному темпераменту. Мы российско-украинские евреи там чуть как бы немножко холодноватые. вот американское африканское еврейство еврейство в смысле все черное население оно очень позитивно и теплое и если они находятся в правильном контексте то с ними очень приятно иметь дело они действительно чувствуются некое можно согреться от их тепла. Просто у меня интересно у меня в доме живет несколько таких соседей именно очень приятных с ними очень приятно общаться они такие очень доброжелательные то есть они готовы делиться своим теплом с другими то есть если они в таком правильном воспитании находятся то они действительно очень душевные и я люблю пересказывать эту историю как после урагана Сэнди когда синагога наша стояла в поломанном состоянии там одна христианская организация значит организовала набор волонтеров которые приезжали из разных штатов Америки потому что Сэнди как бы обрушилась на побережье а Америка она достаточно широкая и приезжали и вахтовым методом приезжали бригады которые бесплатно нашу синагогу ремонтировали там сдирали этот самый промокший и начавший уже гнить шитрок гипсокартон и в общем строили много чего и самое приятное было когда приезжали бригады афроамериканцев которые были очень радовались тем что они могут сделать какую-то митву и они приходя в синагогу просто чувствовали себя такими праведниками народов мира которые приходят для того чтобы сделать доброе дело и я как бы там был в лавке оставался как называется что был в синагоге как бы надзирал за процессом в хорошем смысле и я имел массу удовольствия общения с этими черными ребятами которые радостно там в синагоге там так ударным трудом украшали нашу жизнь и они сделали там больше может быть две третьих или три четверти основной работы по восстановлению синагоги после этого потопа ужасного вот и у меня стали самые теплые чувства от того как эти ребята вот они естественно были христиане понятно что не иудеи но они были очень традиционные и у них там было видно что они вот традиционные ценности очень красиво и органично несут в себе и они очень уважали девушки на гоги понимали да как бы что христианство это как бы в хорошем смысле как бы порождение иудаизма и им было очень как бы трепетно себя чувствовать сопричастными тому что они делают и это действительно очень приятно и еще одна вещь которую просто так скажу что вот возле нас тут недалеко из Нью-Йорк такое место где разного типа люди живут множество тоже афроамериканцев вот и я вот в этом году еще не так но в прошлом году я любил на велосипеде по белой дорожке ехать от Брайтона туда и там мой сын обнаружил что они сделали как бы такой новый спортивный парк где там были разные тренажеры и там как рядом как раз с Нью-Йорком там занимались спортом разные такие местные жители 99% именно афроамериканцы вот и было интересно что я когда проезжал на велосипеде там или пешком бегал там в парку я как бы специально махал рукой здоровался и они с удовольствием было видно как они доброжелательные когда они находятся в таком нормальном состоянии то есть в чем идея что вот вся эти Black Lives Matter это провоцируемая провокация провоцируемая гнев народный которые так сказать какие-то силы специально подожгли вот а в нормальной жизни вот они действительно вот и я там когда на велосипеде езжу или бегаю там всегда встречаю этих ребят и они там всегда если ты с ними поздороваешься они тебе очень тепло ответят и очень приятно видеть как они вот на тебя реагируют то есть это такое очень живое и непосредственное общение при этом при этом я подумал на что это похоже знаете есть там такое выражение горе от ума что когда человек слишком заумный он иногда от большого ума становится закрытый и черствый потому что вот этот слишком заумный она отрывает его от реальности и делает человека каким-то таким вот отвлеченно даже иногда мало приятно вот а эти ребята они достаточно простые и эта простота в хорошем смысле она действительно позволяет человеку воспринимать другого искренне не просто там начать думать что кто кому кого манипулируется или еще что-то то есть иногда белый от слишком большого ума там уже слишком себя ведет не так тепло вот они простые и поэтому это как бы действительно эта простота она в хорошем смысле дает возможность тепла и поэтому Поэтому если там иметь такие дружеские отношения с позитивными афроамериканцами, то это очень греет душу, потому что они действительно, вот Ашем дал им тепло, и если эти люди попадают в правильную среду, где в них воспитывают нормальные чувства, а не какую-то там опасную идею, что все им должны, вот этот комплекс, вот этой жертвенности неправильной, именно, которой там частично либералы насадили афроамериканцам, и иногда их злоупотребляют. Так вот, просто в нормальной жизни эти ребята очень приятные. Кстати, интересно, вспоминаю еще до карантина, когда там были пару нападений на синагоги, и где-то зимой евреи устроили такой марш против этой ксенофобии через мост бруклинский из Манхэттена-Бруклин. И там было много неевреев, которые присоединились, там было много очень симпатичных афроамериканцев, которые там тоже ходили с нами, и там было очень приятно с ними общаться, они такие были довольно жизнерадостные, и им было приятно, то есть, они очень искренне, так сказать, там вот как бы выражали свои чувства, что вот надо там любить евреев, и как бы выражали свое очень такое позитивное отношение. Вот поэтому в этом смысле, именно если искать вот этот самый позитив, то эта афроамериканская часть Америки в хорошем смысле, именно ее хорошая часть, она действительно дает тепло, и это очень душевная часть, которую мы должны, ну как бы с ней быть в правильных отношениях. Поэтому действительно, когда вот живешь в районе, где есть там вот эти афроамериканцы, да, то можно настроиться на этот позитив, и это создалось очень приятное чувство тепла, потому что Ашем вот создал такую действительно смесь разных народов. Теперь, с другой стороны, желтые азиаты, у них как бы есть своя культура, вот, тоже, кстати, очень древняя, и в частности, вот Япония, Корея, Китай, Вьетнам, это очень интересные народы, и вот моя дочка, она там очень любит корейскую культуру, а также японскую, и я стараюсь иногда приносить какие-то книги по истории Японии, Китая, Вьетнама, и там действительно очень интересная своя ментальность, очень глубокая, и в ней много такой тонких моментов, которые очень полезно применять в жизни, и, например, в частности, в качестве подарка, я когда-то увлекался, друзья мои родители, я с компанией, творчеством, Максимилиана Волошина был такой очень духовный персонаж в русской культуре, первого, около 20 века, вот, и Волошин был искусствовед, и он изучал разные народные направления духовные, и, как художник, он изучал японскую живопись, и я помню, мне родители как бы там давали тексты, я их читал, когда Волошин писал статьи о японской культуре, и там мне очень интересно, он даже приметил в рисунке, и там очень интересно, например, когда японцы рисуют природу, то они, например, когда рисуют дерево, то они стараются обратить внимание на том, в чем это в дереве есть какая-то оригинальность, связанная с природным каким-то процессом, сейчас я объясню, в чем речь. Представьте себе, что у вас есть не просто дерево, которое вот как палка, как строевой лес растет вверх, а которое вот растет каким-то таким вот замысловатым изгибами, вот, и оказывается, что эти изгибы, они возникают, когда дерево сталкивается с каким-то природным вызовом, каким-то ураганом, или с каким-то холодом, или еще чем-то, и тогда в этом дереве возникает какой-то процесс противодействия этой стихии, и оно вырабатывает какую-то структуру, которая сохраняет в себе память об этом прошлом. И поэтому, например, если вы возьмете годовые кольца, срежьте, то они будут разной ширины, потому что разная ситуация была в жизни этого дерева в разные эпохи, и вот всякие там внутренние сучки, внутренние разные такие вот неровности, они именно выражают это. И поэтому, например, когда мы украшаем дом мебелью из дерева некрашенного, да, то именно вот эти самые сучки, или вот эти самые такие разводы дерева, они являются выражением вот этого связи с природой, того, что в природе вот она не такая гладкая, как линейка, она вот такая вот замысловатая. И Волошин, он показывал, да, обращал внимание, да, что вот японский художник будет дерево рисовать, именно вот подчеркивая его вот эту самую связь с тонким миром, с миром таким вот интересным, да. И вот эта чувствительность к таким вещам, она присуща японцам, которые вот именно вот их медитация, созерцание вот на такие вещи, оно позволяет им быть одухотворенным. И поэтому, если афроамериканцы такие люди простоватые, и в этом есть своя прелесть, то восточная культура, она такая более сложная. Более того, я вам сейчас похвастаюсь, я вчера решил себе немножко сшибить мозги, вот вспомнил мне один мой знакомый рассказывал, что ему рассказывал какой-то врач, просто так, по жизни болтали, о том, что в разных языках есть разные нюансы. И, например, не знаю, вы слышали, например, про вьетнамский язык, что в нем есть шесть тонов. Что это тональный язык, в котором, так сказать, речь не просто словами, но еще и тонами. И там есть шесть тонов. Вот. И я ради интереса заходить, а может, я потом, значит, даже нашел маленький ролик на 12 минут, в котором ведущая вьетнамская там преподавательница по-английски рассказывала про шесть тонов и проводила примеры, как и где-то она выглядит. И это действительно, как говорится, крышу сносит, когда ты понимаешь, что можно общаться еще вот с такими разными там ровный тон, потом тон, идущий вверх, и тон, идущий вниз, и тон, потом идущий вниз, идущий вверх потом, или вверх, потом идущий вниз, то есть вот в разные стороны. И вот эта такая замысловатость, она создает тоже очень интересные моменты, и в этом восточная культура, она действительно очень нам может быть интересна. И поэтому вот я всегда всем рекомендую, тем, кто хочет влюбиться в нее, был такой потрясающий персонаж по фамилии Леви Стросс, и можете даже догадаться, что раз он был Леви, Стросс, то он был еврей. Вот. Он во Франции жил, и что интересно, что, кстати, увлеченность Востоком, она способствует продолжительности жизни, потому что Восток, он такой приспосабливается к реальности, люди там живут очень долго и активно. Все, может быть, видели вот эти ролики, как там 80-90-летние бабушки и дедушки там делают гимнастику там где-нибудь в парке, и видно, что они, их старость, она очень такая одухотворенная. Так вот, Леви Стросс, он прожил то ли 101, то ли 102 года, будучи евреем, живущим в Европе, но при этом обожающим Японию. И очень интересно, что в его мемуарах рассказывалось, как его папа, тоже такой непростой человек, в детстве собирал японскую скульптуру, есть такая скульптура, называется «Нецке», это такие маленькие фигурки, и он своему сыну давал эти фигурки в подарок, если сын делал какую-то, ну, какое-то хорошее дело делал, там, домашнее здание или еще чего-то там, или там какой-то проект сделал, то он ему дарил такую фигурку, и у него дома на столе там или на полке стояли эти японские фигурки, и они зародили в нем интерес к Японии, который вылился в то, что он стал одним из величайших антропологов и исследователей человеческой природы 20 века, вот фамилия его Леви Стросс, и он действительно вот это исследование Востока очень много помог человечеству, так сказать, в понимании вот этой восточной ментальности. Еще одна вещь про Восток, которую я хочу рассказать, просто так вот поделиться, я недавно тоже рассказывал, есть даже книга на русский язык переведена про искусство, которое называется Кинцуги. Я вообще небольшой специалист по запоминанию заморских слов на это запомнил, потому что прочитал книжку. Эта книжка говорит о том, очень еврейская идея, что когда что-то разбивается, если потом его склеить, то оно становится более крепким, чем до разбивания, и становится более ценным и благородным. И это относится как к материальным вещам, так и к человеческой душе, к человеческим каким-то проявлениям. В частности, когда человек переживает какую-то драму, то если он правильно ее пережил, то его личность потом становится гораздо более одухотворенной, чем человек, который жил в такой тепличной жизни и не сталкивался, как говорится, не нюхал пороха, не сталкивался с драмой. И поэтому у них очень интересная идея, которую можно проявлять спонтанно, можно специально. Например, там целая книжка показана, они там дают как практику, возьмите, например, какую-нибудь там керамическую вазу, и потом уроните ее на пол, чтобы она разбилась на части. А потом возьмите клей, купите, там можно на Амазоне сейчас его купить, специальную пудру золотого цвета, добавьте в клей, и потом склеивайте эту вазу этой самой клеем, и так, чтобы потом вот эти все швы склеенные были выделены вот этой золотой краской. То есть, если обычно мы склеиваем, стараемся как бы скрыть, ну, этот самый шов, то в данном случае, наоборот, они его выделяют. И я потом недавно рассказывал, ехал в машине со своим другом, вот, и я потом ему просто написал стола Кенсугина, гуглил, там вылезли разные картинки, там действительно очень приятно, такие разные вазы, такие кувшины старинные, и у них как бы эти трещины, они вот выделены специально, чтобы подчеркнуть вот это, то, что как бы разбитость, которая потом превращается в крепость. В частности, интересно, я не знаю, видите, многие знают мою историю, что я вот покажу, видите, у меня здесь на руке эти самые швы остались. То есть, я несколько лет назад летел с велосипеда, и прямо он перевернулся, я летел головой в асфальт на скорости, я вот так выставил руку, и вот эта рука у меня, прямо две кости сломались, и так рука висела, и эти кости вот так вот торчали, сломанные, там была не сломанированная такая картина, вот, и, ну, слабо у человека, он существо живучее, вообще природа очень живая в этом плане, может, вот, и, соответственно, мне там в больнице все это там поставили, там гипсы, все сделали, и поэтому швы поставили, потому что там это все открыто было, ну, как бы, они-то меня лечили, оперируя, вот, но потом, когда я общался там с своим тренером по self-defense, он мне объяснил, да, что считается, что кость, которая срослась, она в этом месте крепче, чем обычная кость на обычной руке, потому что вот эта травма, она, если, ну, там психологически, там вот немножко я еще чувствую, как бы, но опасения, потому что там все-таки падение на руку, это травма психа, но в смысле физиологии такая рука, она более крепкая, и поэтому это искусство кинсуги, это искусство нахождения ценностей в каких-то переживаниях травматических, которые у нас были по жизни, вот, поэтому, когда человек проходит через какие-то переживания, то, если он их правильно проходит, то потом это ему Бог дает большие, 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 как бы, импульсы духовного роста при правильном прохождении через травмы и через драмы. Вот поэтому, ну, все, ну, как бы, живем в мире не тепличном, то есть не в райском саду, и поэтому, когда что-то такое ломается, оно потом, в общем-то, может выяснить какую-то более высокую ценность. Поэтому, вот, интересно, я сейчас подумал, когда, вот, на прошлом деле были эти погромы, то есть, на первый взгляд, это, конечно, такое очень чистое безобразие, вот, но на самом деле, как бы, в каком-то смысле в этом есть какая-то сакральная мистика, вот, то есть, вот я, кстати, недавно слушал кусочек какой-то там передачи какого-то обозревателя, который довольно такой протрамповский, и он рассказывает, что там, когда эти мародеры, они там подожгли церковь, которую старинную, которая там недалеко от Белого дома была, то этот ведущий меня очень порадовал, я три минуты слушал, говорит, что его очень порадовала идея, такая сакральная, как Трамп со своей женой, значит, пошли с журналистами, значит, в эту церковь, вот, и он говорит, что эти идиоты-либералы, они, значит, там, они вообще все, многие из них очень антирелигиозные, и когда кто-то говорит о Боге, они пытаются это высмеять, ну, не все, но многие, и это говорит о том, что они, как бы, у них свои проблемы, вот, а Трамп, он поддерживает традиции, поэтому в этом смысле то, что он, как бы, такой сакральный момент, опять же, он не еврей, не синагог, ушел в церковь, но, тем не менее, вот, он, как бы, дал некую связь с Богом в тот момент, когда бесновались эти безбожные мародеры, которые, ну, как бы, выглядели, как такая совершенно оторванная и вырванная от, ну, как бы, часть люмпенов. Так вот, действительно, Трамп, подняв церковь, он, действительно, как бы, показал, да, что вот нужно о Боге вспоминать, особенно в такие моменты, когда вокруг происходит что-то такое невообразимое. Вот поэтому, кстати, что меня порадовало, что Трамп в свое время там, начали, когда-то объявил, да, что все религиозные заведения являются essential, то есть являются важными, и поэтому к ним нужно так относиться, и поэтому, что интересно, что когда был этот самый комендантский час, то все волновались, как там можно, можно ли молиться вечером в синагогу, и там было объявлено, да, что так как синагоги и церкви это essential, это важное, то на них не распространялся комендантский час, и поэтому люди могут смогли спокойно ходить, молиться, не боясь, что их там в чем-то обвинят. Вот потому что духовность, она особенно важна в таких вот, в такие странные времена, как говорится, турбулентные. Вот и поэтому я особенно сейчас, ну, как бы, подчеркиваю, что наши уроки, они вдвойне важны, потому что сейчас людям важно чувствовать духовность. По этому поводу хочу вернуться к нашей теме реальности, и, ну, в общем, поэтому, короче говоря, хочу, так сказать, подчеркнуть, да, что вот в нашей, в Америке вот эта самая желтая и черная составляющая, они несут в Америке такой очень важный привкус, букет духовных смыслов, да, и поэтому, если белое, так сказать, это, как бы, ну, титульное большинство в Америке, то вот эта желтая и черная часть, они в хорошем смысле являются очень важным дополнением, и поэтому, если мы действительно будем, как бы, уметь их правильно воспринимать, то мы почувствуем вот эту связь, и поэтому вот евреи, мы действительно, вот, как бы, есть два таких мегаполиса, это Нью-Йорк и Москва, в котором мы, как евреи, живем среди не только аборигенов местных, но и других разных народов, и поэтому мы должны уметь эту духовность ощущать. И поэтому, кстати, я когда-то рассказывал, да, что, например, те же мусульмане, они, если они правильные, то они очень позитивные, духовные, и они нас уважают, и поэтому я рассказывал, сейчас этот дедушка, что, видимо, то ли умер уже, то ли переехал, вот, но я рассказывал, что я одно время, у меня было такое подпольное увлечение, там, на нашем блоке жил один мусульманский дедушка, который, когда была хорошая погода, выходил на солнышко греться, вот, и я, проходя мимо него, там, очень, так сказать, украдкой махал ему рукой, и он мне махал рукой, мы друг к другу улыбались, и понимали, как бы, да, что мы оба духовные, и это была взаимная поддержка, потому что мы его понимали, да, что все эти мишегасы, как говорят евреи, между евреями и палестинцами, это искусственно раздутая пропаганда политических манипуляторов, вот, а на самом деле и христиане, и мусульмане в лучших проявлениях, они очень большие молодцы, и с ними нужно дружить, потому что еврей, это не тот, который, там, ругает, там, каких-то людей, ну, то есть ругать можно, но это не наша главная цель, наша цель – это помогать людям найти в себе искру божью, вот, поэтому мы должны это ценить, и, как в Нью-Йорке, я говорю, что мы должны, как бы, настраиваться на вот эту позитивную волну во всех народах, которые здесь присутствуют, вот, поэтому это все достаточно одухотворен, вот, поэтому я хочу сейчас, потом вторую часть своей лекции сделать, поэтому сейчас я просто подведу итог, вот, хотел сказать, да, что мы начали с того, что глава Байлатха говорит о зажигании, и зажигание миноры – это не только зажигание, в буквальном смысле, огня материального, но это зажигание духовного огня, и наша роль, как евреев, это уважать другие народы и видеть в них искры света, и эти искры помогут им самим, тем народам часто увидеть себе лучшее, потому что иногда, действительно, всякие манипуляторы, вот, которые, так сказать, злоупотребляют тем, что массовое сознание легко подвержено разным манипуляциям, так вот, мы должны, наоборот, внести разумное, доброе, вечное, и поэтому стараться не только для себя, но и для народов мира помогать им внести вот этот свет, и минора – это свет, который, действительно, он должен людям эту духовность и высший смысл прививать, вот, поэтому я, как бы, так сказать, интересно, да, что вот я, когда выбирал свое имя, выбрал имя Мейер, который означает «Несущий свет», а моя внучка, у нее имя Пнина, главное, а Пнина означает «Жемчужина», и «Жемчужина» – это, в общем-то, некая такая скрытая вещь, да, то есть, ну, это есть ракушка, которая снаружи выглядит просто как такая вот, две створки, а внутри нее может быть «Жемчужина», то есть что-то очень уникальное, и поэтому у меня бабушка была Полина, тоже, как бы, то же самое имя Пнина, только в русском формате, вот, и у нас тут была в группе Полина, которая, к сожалению, ушла от коронавируса, вот, поэтому просто, и можно, я так, помянуть заодно, вот, была тоже человек такая очень одаренная, вот, и поэтому вот этот «Жемчуг» – это именно символ скрытого сокровища, которое есть в каждом из нас, и не только в евреях, но и в народах мира, и поэтому мы должны, с одной стороны, зажечь эту энергию духовности, а с другой стороны, найти вот это скрытое сокровище, которое есть в каждом человеке, и поэтому, если мы не будем просто, так сказать, ругать всех подряд, потому что легко найти в каждом негатив, а наоборот будем искать ценности, то это очень нам поможет в жизни и нас, и наших близких, поэтому всем, у кого есть дети, я желаю, чтобы мы могли, вот, как я сегодня буду праздновать первый день рождения своей внучки, да, чтобы мы в наших детях и внуках могли находить вот это самое светлое, святое, и помогать им их развивать. Поэтому, в частности, хотя меня ругают, что я обращаю внимание на свои семейные истории, так вот, просто интересно все-таки, я знаю, скажу, что вот у меня, например, мой зять очень такой своеобразный человек, вот, и как в нем человеке, в нем можно найти там какие-то там недостатки, но я специально, например, когда прихожу к своей дочке, я всегда стараюсь что-то хорошее рассказать о своем взятии, вот, для того, чтобы ей было приятно со мной согласиться, что ее муж очень такой замечательный человек, хотя это все и так знают, он такой натальник, но я как бы специально что-то хорошее каждый день про него рассказываю, в частности, хочу рассказать, что он после открытия карантинного начал выстраивать миньян в синагоге, которую он там как бы опекает, который создал Раба Лехт в Флетбушен, и я сейчас, так как в будни мы миньян здесь не делаем, то я езжу, помогаю ему с этим миньяном, и привожу там пару ребят наших, и дал ему пару советов, в итоге, как бы, я сегодня порадовался, насколько там душевная атмосфера в синагоге, которую как бы создал с нуля этот миньян мой зять, вот, и я, прося я шучу, что я как бы вышел на пенсию, что я там уже перестал миньян собирать, ну, как бы бегать там, искать людей, а у него это прекрасно получается, у него там собирается такой чудный народ, в частности, вчера на Минху, вот, как бы, пока он там, у нас там всегда не хватает, ну, русских всегда должно быть меньше, чтобы мой зять не расслаблялся, он всегда бегает, там пару человек приводит еще кого-то, вот, а вчера я так посмотрел, вот, на Минху, смотрю, там было человек 7-8 таких русских евреев средневозрастных пришло, причем парочку из них ходят регулярно, остальные вот просто потихоньку начали притягиваться, и была такая очень приятная атмосфера, вот, когда сидели вот русские ребята, русско-еврейские, вот, и, про это непонятно, русские районы, вот, собрать такую группу, это достаточно такая интересная заслуга, и поэтому там на две трети это русские, которых собрал мой зять, и на треть это американцы, которые тоже стали ходить, потому что им понравилось, я Шалму говорю, что можешь повесить объявление, да, что у нас миньян каждое утро и вечер, потому что уже появилось пару человек, которым просто приятно к нам, приобщаться к нашим русским, и я сегодня уже видел пару человек, которые пришли, потому что им было приятно приобщиться, не потому что их там Шалом привел, а потому что они уже начали чувствовать святость этого места, вот, поэтому, вот, кроме моей внучки, у меня еще, так сказать, Ашем мне подарил такого замечательного зятя, вот, который, который действительно меня радует, а я радую мою дочку, мою дочку, рассказывая ей про него, поэтому я хочу всем дать благословение, чтобы все, кто, у кого есть неженатые, незамужние дети, чтобы удостоились найти шедухи для наших детей, потому что у меня еще три четверти задачи осталось, ну, еще трое детей, ну, они еще маленькие, вдвое, но, тем не менее, да, что, как бы, есть куда расти в расширении семьи, поэтому, чтобы мы удостоились наших детей увидеть счастливыми в семейных узах их, с теми, кто будет достойным дополнением их семьям. Поэтому, так же, как мы, я сегодня, так сказать, постарался показать вам свет в разных народах, так же этот свет мы должны уметь находить в наших близких, поэтому это очень важно, вот, есть такое, ну, как бы, фольклорный элемент, когда, вот, мы говорим, инло, да, вот эти всякие зятия, невестки и прочее, то есть, всегда там есть подвох, когда, ну, народ создает какие-то проблемы между зятьями, невестками, тещами, свекрами и прочими, вот, это тоже интересная тема, но я специально хочу подчеркнуть, да, что правильные отношения, они всегда очень плодородно-благородные, да, и поэтому, вот, мой зять меня, естественно, уважает, я его очень люблю, и я всем желаю, чтобы мы, как бы, умели находить вот эти самые отношения, поэтому, вот, это действительно, как бы, расширение семьи, вот, я когда, после свадьбы, мне мои друзья говорят, ну, там, это же, он теперь тоже часть твоей семьи, вот, и я действительно этому очень рад, вот, и желаю всем таких вот замечательных зятьев и невесток, поэтому здесь я сейчас ставлю паузу, чтобы потом вторую часть урока записать отдельно. Так, спасибо всем за внимание, продолжение через минуту. Спасибо. Спасибо.